Шеф-повар, Максим Григорьев. Бобовая паста Анка. В большинстве источников бобовая паста Анка, это полуфабрикат, который используется в качестве начинки для приготовления различных десертов в китайской, японской и корейской кухнях. Действительно, как самостоятельный десерт многие из нас вряд ли ее оценят по достоинству. Но добавление, например, измельченного жареного аракиса уже значительно дополнит вкус и сделает пасту более привлекательной в качестве самостоятельного десерта. Время приготовления 2 часа. Ингредиенты. Вода 4 ст. Сахар 4 столовые ложки. Фасоль красная сухая 1 ст. Шаг 1. Основные ингредиенты, которые потребуются для приготовления бобовой пасты Анка. Фасоль красная сухая, вода питьевая, сахарный песок. Шаг 2. Промыть бобы красной сухой фасоли, 1 стакан, залить холодной питьевой водой, 4 стакана, и довести до кипения. Варить с закрытой крышкой на медленном огне 1,1,5 часа до полной готовности фасоли. В процессе варки количество воды значительно уменьшится. При необходимости добавить воды еще, фасоль должна быть полностью покрыта. Шаг 3. Когда фасоль станет мягкой, слить фасолевый отвар в отдельную емкость, он еще может понадобиться. Шаг 4. Еще горячую фасоль переровать блендером или раздавить толкушкой. Если масса будет суховата, то добавить чуть-чуть фасолевого отвара. Шаг 5. Добавить сахарный песок, 4 столовые ложки, и продолжать переровать. Шаг 6. Масса получается практически однородной, с мелкими вкраплениями кожицы фасолевых бобов. Шаг 6. Готовое фасолевое пюре варить на медленном огне 10-15 минут. В процессе варки необходимо постоянно помешивать, чтобы пюре не пригорело или не подгорело. Шаг 7. Готовая паста станет темно-коричневого или темно-бордового цвета и начнет собираться в комок. Пасту остудить и скатать в шарики, у меня 12 штук размером чуть больше грецкого ореха. На мой взгляд, после заморозки так будет удобнее использовать. Шаг 8. Бобовая паста анка готова. Готовую пасту можно хранить в холодильнике, 2-3 дня. Для более длительного хранения поместить в морозильную камеру, завернув в пищевую пленку или выложив пасту в пластиковый контейнер. Приятного аппетита! Шеф-повар, Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.